сейчас расскажу о самой дешевой системе отопления зональным управлением в помещениях на ленинградке ленинградка нормальная система она работает есть примеры покажу в конце видео как даже многоквартирный дом работает на ленинградке и все разные есть подключение радиаторов вот расскажу немного гидравлики и принципиальной схеме как это все делается может быть пару-тройку примеров на практике расскажу к сожалению собранной системы у меня полностью нет это пока теория еще ни одну не собрал но она ну вот прям сто процентов работает тут нечему как бы не работать и так она будет работать как при напольном котле электрическом котле так и при настенном котле но при настенном котле будет немножко ограничения потому что насос и диаметры у них не самые мощные то есть там где-то до 80 квадратов лучше использовать больше не стоит на этаж то есть если два этажа по 80 вполне будет нормально работать и так давайте посмотрим как это все будет выглядеть если напольный котел то у нас обычная стандартная обвязка на обратке стоит насос ну там грязевик расширительный бак до диаметр можно у напольного и у электрокотла сделать сороковым полипропиленом если используете если там медь латунь там конечно поменьше потому что выходы у котла большие насосу будет легче гонять как бы вообще нагрузки для насос будет минимальная дальше через стройники просто первый второй этаж пошли у вас система через 3 3 ходовые термо статьи термосмесительный клапан насосик ну это здесь сборочка на теплый пол у меня есть и вот так вот эта схема вся выглядит здесь группа безопасности у нас стоит вот либо у нас это как напольный котел так и настенный электрический котел в котором ничего нет который пустой либо у нас настенный котел в котором уже стоит насос которому же стоит расширительный бак группа безопасности если полипропилен опять же уходим 32 трубой поворачиваем да ну где-то где-то там под котлу можно даже куда-то эту ветку оттащить если хотите если у вас там допустим на кухне стоит котел выходите куда-то немного в другое место вот основную трассу 32 чуть-чуть оттащили в любое другое место и все там собрать без проблем также все будет работать дальше пошли на тройниках уже 25 здесь можно 25 трубой я объясню почему сейчас из-за того что зональное управление отоплением у нас даже 25 можно делать они 32 и все прекрасно будет работать пошли через тройники на второй этаж 25 и на первый этаж 25 к дальше коллектор теплого пола нету теплого пола просто здесь закончится у вас ваш коллектор и все просто будет отопление итак подача у вас заходит проходит по периметру дома и возвращается в обратку и через тройники у вас просто подключается радиаторы через тройники штробить и стену и стены выходят краники вот так каждом радиаторе и все в принципе но на каждый радиатор по одному крану под термоголовку надо ставить и сервопривод сервопривод то есть я скину ссылку как он выглядит как он подключается комнатному термостату даже с вайфаем то есть это все есть я скидываю по скидываю ссылочки если интересно там все покажу кто не знает кто знает из монтажников принципиальная схема думаю будет понятно итак на в каждом помещении где у нас стоит радиатор если у нас в каком-то помещении стоит два радиатора до средних до можно один оставить напрямую все время включенным 2 один из них только поставить сервопривод и подключить комнатному термостату чтобы было дешевле и в принципе она также будет работать нормально и так от него делайте скрытую проводку сейчас многие электрику в полу проводят можем даже в полу наверно ну правильно будет через потолок куда-то возле двери возле выключателя двери на высоте где-то там полтора метра от пола вот поставить комнатный термостат его соединить два провода нужно самые тонкие там допустим 05 там сечением и к нему подвести 220 комнатному термостату опять же от любой системы то есть вот от любой розетки не обязательно автомат если у вас там уже электрика разведена от любой системы подведите тут потребление вообще никакого нет то есть она не никак не нагрузить систему так что от любой розетки от любого там какого-то потребителя по притянули сюда 220 и все как будет работать температура набралась как бы заданная до термостата перекрыл сервопривод радиатор не работает температура остыла сервопривод открыл радиатор работает что хочу сказать по гидравлике смотрите даже если бы у нас вот только один этаж работает никакого теплого пола нет включение выключение допустим у настенного котла такт сейчас уже сделали так что котел не тактовал у него это происходит один такт течение там минут двадцати то есть что и насос причем постоянно работает как она будет происходить то есть вот допустим запустилась у нас система отопления вот она у нас гоняется по этому кругу начинать все радиаторы потребления до максимально начинают жарить до 1 естественно самые ближние прогреются эти начнут чуть-чуть запаздывать это при первом включении будет такой немного глюк потом они все выровняются то есть это все быстро произойдет и смотрите даже если когда вот сразу хочу сказать даже если когда все радиаторы перекроются у нас циркуляция не останавливаться то есть у нас труба как заходит так и выходит то есть циркуляция у нас постоянно для котла для насоса котла всегда есть проблем с этим никаких нет котел работает штатно вообще отлично без всяких проблем так как происходит на допустим вот эти у нас первые нагрелись эти еще прохладные но когда мы когда у нас комнатный термостат достигает нужной температуры в помещении 1 2 там допустим 3 они отключаются и вот эти радиаторы которые будут последние и которые чуть-чуть будут в прохладе они все равно догонят себе температуру и в котле можно то есть даже побольше температур стоит то есть если бы у вас там при 50 вся эта система работала можно даже 60 загнать чтобы эти чуть-чуть побыстрее прогревались и этим все хватало то есть это регулируется один раз настраивается и потом все время бесперебойно все отлично работает и так эти чуть-чуть у нас были по прохладнее это набрали свою температуру отключились 123 отключился эти себе забрали и точно так же потом каждый включается отключается сколько надо котел следит за температурой и когда надо ее просто нагоняет на нужную на заданную то есть там 60 поставили до 60 нагнал насос постоянно гоняет котел увидел что остыло опять чуть подогрел то есть для котла проблем здесь никаких нет здесь как система комнатного и у напольного и у электрокотла все равно а есть термостат и сейчас у всех не вижу смысла без термостата покупать то есть принцип точно такой же насос у нас постоянно работает постоянно гоняет нашу систему просто тоже котел самое то же самое котел видит у него там разбежка включение выключение где-то около пяти градусов да то есть он видит он набрал на 60 пока до 55 не остынет он не включится то есть вот такая же система гоняет тактование никакого не будет то есть все равно там не будет такого чтобы у нас там каждый пять минут включался выключался при потреблении как бы насос дальше будет гонять температура остынет там в лучшем в худшем случае он там раз 20 минутам будет делать свое включение выключение вот так я надеюсь понятно то есть никаких проблем кстати приму любую критику если там и чем-то не согласны расписывайте объяснять есть какие-то есть вопросы спрашивайте я объясню самое интересное что она эта система получается гораздо лучше чем двух трубка она дешевле дешевле то есть трубы практически в два раза меньше уходит и на гидравлику ничто не влияет то есть если бы мы комнатные термостаты поставили и здесь вот разорвали у нас было было бы тупиковая система да все бы радиаторы перри перекрылись и у нас котел бы стал напрягаться насос котла бы стал напрягаться тормозить тупи там создавать проблемы а тут у нас даже все не закрылись циркуляция какая была свободная полнопроходная для этого котла она точно такая же осталась то есть это вообще бомбовская система давайте сейчас небольшие примерчики покажу и в конце покажу дом который работает на ленинградке прекрасно работает никаких проблем 12 лет то есть все отлично с ней сейчас секундочку возьму комнатный термостат если это надо если люди все-таки ни разу не видим их так пойдемте в комнату блин мое жилье как бы я показываю как есть периодически всякие эксперименты провожу так что извиняюсь за такой 10 лучший вид отопления вот смотрите вот у нас можно подключать как диагональным способом так и чисто нижнюю подводку сделать вот смотрите у нас экран данном случае тем мне очень понравилось угловых кранов под термоголовку очень хороший большой проход прям практически как у шаровых так что ленинградка работать будет только на ура вот вообще только в путь что мы делаем подключаем либо по диагонали да только если мы по диагонали подключаем обязательно сверху подачу обязательно если нижнюю нам вообще без разницы на где но если диагональную обязательно подача с котла идет и подключается верхнюю вот это момент не упустить если сделать наоборот не будет работать потом будете как бы ругаться что диагональная система плохо работает как многие говорят вот смотрите спокойно уходим штробим стену трубу ничего страшного не не надо ее там из пола поднимать штробин стену уголком у проходим вниз и стяжки уже подключаем через тройник и 2 то и точно также там тройничок ставим подключаем здесь тройник здесь тройник ушли в стену поднялись вышли стены так будет работать сто процентов так работает на практике проверено дальше ставим сервопривод у него есть пару проводков к нему ведем два провода допустим провели здесь поднялись по потолку но это правильно будет прошли по потолку пришли вот здесь у нас где розетка на сделали под подрозетник привели сюда 220 то есть у нас где-то есть розетка да от нее но это на крайняк по уму правильно сразу привести да где-то там раскидать под потолком если там в этом проблема если уже там есть жилье да то есть где-то тройник поставили провода я не мастер еще в лифте и привели сюда 220 и здесь у нас все показано то есть на термостате линия 0 0 разрывается как бы и в зависимости от того нормально закрыты или нормально открыты у нас сервопривод подключайте к одной из клемм видео у меня тоже есть при подключении это вай фай термостат китайский сейчас стоит там два с половиной три тысячи офигительной фирмы хороший через телефон подключается к вашему вай фаю домашнему и работает вообще идеально это бомбическая сила тема биок называется очень классно сразу хочу сказать многие боятся подключать вот такую систему делать кто еще ни разу через сервопривода не подключал думают а вот были на что-то вот он сломается как я потом буду с ним жить у меня там навернется вся система никаких проблем с этим нет ребят без комнатного термостата тот вот этот кран без комнатного термостата под сервопривод без сервопривода будет работать точно так же как с ним также если у нас если вы боитесь что что то не будет что-то сломается комнате на термостат у вас система отопления не будет работать мы берем servo привод нормально открытый и если у нас термостат ломается выходит из строя к ему не поступает электричество что-то вообще происходит будет работать как простой кран то есть servo привод будет постоянно открыт он будет пропускать воду то есть радиатор ваш работать будет еще раз говорю что-то сломается там отопление будет работать просто уже без этой системы но будет он напрямую сюда температура проходить теплоноситель циркуляция будет так что страх этот не оправдан вот ну теперь я сейчас покажу домик и подведу там в итоге многоквартирный трехэтажный дом здесь 24 квартиры то есть там по 8 квартиры на этаже сделан на ленинградке я здесь живу 12 лет работать прекрасно я не скажу что это правильно между подачи и обратка идет около 10 градусов ну то есть первые квартиры получают больше всего тепла последние квартиры получают меньше тепла по диаметрам 1 этаж почему-то на 32 полипропилене сделан 2 и 3 на 40 ну и сейчас зайдем и я покажу смотрите как у меня в квартире проходит труба там по комнатам проходит сейчас я в данном случае санузле вот здесь у меня вот так проходит труба и напрямую уходит к соседям следующую квартиру здесь я поставил 2 тройника запятал полотен сушитель шаровые краны все работает лично вообще без всяких проблем дальше вот от этой трубы вот здесь вот поставил два тройника вот они проходят здесь через стенку опять же шаровые коны все работает вообще идеально то есть вот расстояние по полтора метра до радиатора от основной трассы тоже все работает идеально все хорошо дальше вот это как было от застройщика то есть вот здесь вот идет трасса тройник 90 и вот напрямую она входит опять шаровые здесь ну вообще никаких даже вопросов быть не может то есть максимально эффективно работать ленинград к дальше смотрите здесь тоже сам сделал с кухни вытащил через тройники правил через 90 и вентили у меня здесь опыт и постоянно провожу вентили полдюймовый этаповский то есть проход там гораздо меньше чем шаром однако все равно все хорошо работает радиатор шестерка здесь стоял на балконе все хорошо все функционировало без всяких проблем ну и здесь комнате у нас не хватало радиаторов то есть тут были там по два по шесть секций поставил побольше радиаторы вот вот тупо вот так вот на у отводок даже то есть у меня получается здесь трасса идет вот так проходит тройник 90 наверх 90 сюда 90 сюда вот так вот она расширилась и они тоже все прекрасно работают то есть по вопросам ленинград китам даже тепловода говорит что ой там ленинград к никто не делает блин фигня все отлично она работает система гораздо дешевле для небольших помещений она вообще идеально и частности вот с нашей системой зонального управления отопления она будет работать даже еще лучше потому что последние радиаторы все равно будут получать полноценное тепло из-за того что первые будут отключаться вот такое видео ребят смотрите анализируйте задавайте вопросы может быть монтажники будут чем-то не согласны с удовольствием отвечать с удовольствием если что подискутил и всем спасибо большое всем счастливо